Святаго Духа. Аминь. Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоуста, том 12, книга 1. О терпении и чтении Божественного Писания. Жизнь праведных блестяща. Но как она делается блестящую, если не через терпение? Приобрев, приобрев, возлюби его, брат, как мать мужества, потому что и Псалому вещевает, говоря, уповай на Господа и держись пути его. Псалом 36-34. И Павел говорит, как оно приобретает добродетель. От скорби происходит терпение. Обращаясь к нему, найдешь источник благ, надежду. А надежда не постыжает. Итак, покорись Господу и надейся на Него, и найдешь отсюда, что и Он исполнит желание сердца твоего. Что блажение этого, приобрести себе милостивый слух такого царя? Кто не пожелает, чтобы слух судьи был открыт для Него и повиновался? Брат, ты делайте их добродетели. Христос нанял тебя в виноградник свой. Пока у тебя удобное время, делай благо. Послушай Павла, говорящего, что посеет человек, то и пожнет. Посей в дух, чтобы пожать тебе вечную жизнь. Сеющий в плоть свою, говорит апостол, от плоти пожнет тление. Слушай прекрасного увещевателя, говорящего. Сейте себе вправду и пожнете милость. Осия 10, 12. Видя впереди себя надежду, не пренебрегай трудом. Где подвиги, там и награды. Где войны, там и почести. Где борьба, там и венец. Смотря на это, приготовляй самого себя через терпение. Всегда взывай к самому себе, восклицая со святыми. Мужайся, и докрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 26, 14. Приготовь к окончанию дела твои, и соверши на поле. Притча 24, 27. Потому что жизнь есть это поле. Возьми ветхий завет. Огради владение твое терморником. Сирахов 28, 27. Каким? Пощением, молением, учением. Если у тебя будет ограда, не вступит зверь, разумею, дьявола. Возделывай свою душу, как бы прекрасную виноградную лозу. И как стерегущие виноградни хлопают руками, кричат голосом, и грохотом не допускают злоумышленников. Так и ты. Восклицай молением. Поднимай крик псалмопением. И отгонишь коварного зверя, лисицу, которая есть дьявол. О нем говорило Писание. Ловите нам лисиц и лисенят. Песня 2, 15. И прочее. Всегда наблюдай врага. Если он придет, чтобы пронзить твое сердце стрелою глупого пожелания. Если он придет, подвергнуть твою душу в грязные помыслы. Противоставь щит веры. Оденься в шлем надежды. Обнажи меч духа, который есть Слово Божие. И так вооружаясь против врага, терпи. И не будь небрежен в борьбе, но бодрствуй во всем. Враг доставляет то простор, то скорби. Он испытывает, куда расположено внутреннее состояние человека. Туда и сам выступает, чтобы бороться при помощи своего коварства. Потому, брат мой, непрерывно бодрствуй и всегда усердствуй в прилежном чтении, чтобы тебе научиться, как нужно избегать сетей врага и достигнуть вечной жизни. Чтение Божественного Писания ограничивает блуждающий ум и дарит знания о Боге, потому что записано «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45, 11. «Слышишь ли, брат, что чистосердечно занимающийся Божественным Писанием получает знания о Боге? Потому, брат мой, не пренебрегай своей душой, но занимайся чтением и молитвой, чтобы твой разум просветился и чтобы ты был целым и невредимым без какого-либо недостатка. Иные хвалятся собеседованием с вельможами, начальниками и царями, а ты хвались перед ангелами Божьими, собеседуя со Святым Духом через Божественное Писание, потому что Дух Святой через Него говорит. Старайся читать Божественное Писание и постоянно пребывать во Святой молитве. Сколько раз будешь с Богом через Него, столько раз освящаются твои тела, душа и дух. Итак, знай это, брат мой, что когда будешь читать Его, освящаешься, тем чаще постарайся читать Его. И если руки будут несвободны у тебя, молись в уме. Молилась также Анна, мать пророка Самуила, двигала своими губами. Молитвою дошла до слуха Господа Саваофа, и просимая ею дано было ей. Потому, брат мой, если твои руки даже свободны, все же умом молись. Господь слушает и безмолвных. А если не умеешь читать, прилежит тем, где можно тебе слушать и получать пользу. Потому что написано, если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя стирает пороги дверей Его. Сирахов 6.36 Это помогает, брат мой, не только не умеющим читать, но даже умеющим. Многие читают и не понимают, что читают. Итак, смотри, брат, не пренебрегай милостью данную тебе подару Христа, но размышляй и исследуй, как можешь угодить Богу, чтобы получить блаженство. Потому что написано, блаженный, хранящий откровение Его, всем сердцем ищущий Его. Псалом 118.2 Когда будешь читать, смотри, чтобы тебя не отвлек враг, нанося тебе обиду. Подвергай тебя испытаниям и говоря, прежде всего, сделай вот это дело, поскольку оно невелико, и тогда беззаботно будешь читать. Когда он это подсказывает и заохочивает к этому делу, он все это внушает, чтобы занятием удержать тебя от чтения и приобретения пользы. Когда дьявол увидит человека, читающего с напряжением, используя, он нападает этими средствами и многими иными ища, чтобы препятствовать ему. Итак, не доверяйся ему, но будь как бы жаждущий олень, желающий пойти на источники вод, то есть к Божественному Писанию, чтобы из него пить, и он утолит твою жажду, сжигающий тебя сильным желанием. Вместе с этим пей отсюда и пользу для себя. Так говорю, чтобы, когда Господь подарит тебе понимание слова из него, ты не спешил мимо, но обдумывал его в своем уме, написал его в своем сердце и постоянно сохранял его в памяти, так как написано «Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». И опять «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». И снова «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». Псалом 118, 16, 11, 9 стихи. Видишь ли, брат, что человек исправляет свой путь при пометовании слов Божьих? Кто в самом деле пометует слово Божие и не исправляет пути, если не тот ничего не стоящий и несчастный, кто не пометует совершенно ни о чем, но даже забывает о чем, по его мнению, он пометует? Таковому человеку Бог говорит «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Псалом 49, 16. Итак, он повелевает, чтобы было отнято от него и то, что, по его мнению, у него есть. Матфея 25, 29. У него, по его мнению, есть вера, он называет самого себя христианином, а на деле оказывается и хуже неверного, потому он повелевает, чтобы отнят был от него Дух Святой, который он получил в день искупления, которого, по его мнению, он имеет. И бывает такой человек, как винный горшок с трещиной и теряющий через нее вино. Все видящие его, не усмотрев происшедшего, думают, что он полон, а когда он будет исследован, тогда становится явным для всех, что он был пуст. Таким окажется и такой человек во время исследования его в тот день суда. И тогда сделается очевидным для всех то, что касается его. Будучи таковыми, они, если и скажут в тот день царю, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многих именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» То и царь в ответ скажет им, «Истинно говорю вам, я никогда не знал вас». Матфея 7, 22-23 стихи. «Видишь ли, брат, что такой нисколько не получает милости?» Так, пометуй о словах, которые слушаешь, и исправляй свой путь. Смотри, не дозволяй прийти забвению и похитить его слово из твоего сердца. Смотри, не дозволяй налететь птицам и поклевать семя Божие, потому что он сам сказал, что семя есть слово, которое вы услышали. «Скрой семя в углублениях земли», то есть скрой слово посреди своего сердца, чтобы оно принесло в страх плод Господу. А когда будешь читать, читай старательно и напряженно, прочитывая стих со многую основательностью, не старайся только перелистывать, но если нужно, не ленись прочитать стих дважды, трижды и много раз, чтобы понять силу его. А когда намереваешься сесть и читать, или опять послушать другого читающего, помолись прежде всего Богу, говоря, «Господь Иисус Христос, Бог наш, раскрой уши и глаза моего сердца, чтобы мне, Господи, слушать Твое слово, понимать и совершать Твою волю, так как странник я на земле, не скрывая от меня заповеди Твоих, но открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего». Боже мой, на Тебя надеюсь, чтобы Ты просветил Мое сердце. Право прошу, брат мой, так всегда молись Богу, чтобы Он просветил Твой ум и сделал для Тебя ясную силу Его слов. Многие заблудились, слишком понадеявшись на свое понимание их и, называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам 1.22 Впали в богохульство, не понимая написанного, и погибли. Итак, если при своем чтении найдешь слово непонятным, смотри, чтобы лукавый не научил тебя говорить в самом себе, что не так, как говорит это слово, потому что «как может быть так?» и подобное. Но если веришь Богу, верь и словам Его, и говори лукавому, «Отойди от меня, сатана!» «Я знаю, слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли, в горнили семь раз переплавленное» Псалом 11.7 «И нет в них ничего ни прямого, ни запутанного, но все благо для понимающих. А я неразумен и не понимаю. Знаю, что они написаны духовно, и апостол говорит, что закон духовен» Римлянам 7.14 «Потом посмотри на небо и скажи, «Господи, верую в Твои слова! Не возражаю, но смело доверяюсь словам Святаго Духа! Ты, Господи, спаси меня, чтобы я нашел благодать пред Тобою! Не ищу я чего-либо другого, кроме только своего спасения, чтобы получить милосердный Твою милость, так как Твои суть – царство и власть во веки! Аминь!» Аминь!